Это связано с эволюцией. Глава 17. Ниагара-крахмал в аэрозольной упаковке. Банки с крахмалом Ниагара были выгружены из коробки на конвейерную ленту. Я устроился на временную работу, чтобы заработать хоть какие-то деньги, чтобы выплачивать студенческие кредиты. Кредиты, которые я должен был легко погасить после окончания университета, но на самом деле это было не так, потому что зарплата была невероятно низкой, а возможностей в Харрисбурге, штат Пенсильвания, не было никаких. Жить с родителями бесплатно было единственным способом платить по кредитам и заправлять старую машину. На заводе, где я работал, витал запах дизельного топлива, которым постоянно дышали рабочие на конвейере. Нас было всего четверо на темном складе без окон. Моя работа заключалась в том, чтобы высыпать крахмал на конвейерную ленту и переворачивать банки этикеткой вверх, чтобы надписи на банках с крахмалом Ниагара были видны весь день. Остальные рабочие были довольно странной компанией. Один мужчина-пятидесятник, который в 1960-х годах смазывал волосы вазелином, и еще один, неряшливый, тощий, крепко сбитый чернокожий парень лет 20, который постоянно был на взводе из-за того, что нюхал белый порошок во время смены. К ним присоединился еще один парень лет 20, высокий, в джинсах и с пошлыми шутками. Да пошло оно все. Радостно кричал он мужчине с вазелиновыми волосами. А теперь наоборот. Одна и та же шутка повторялась сотни раз за смену. Не могу передать, как меня раздражало удивление на лицах русских, когда я говорил, что переехал из США в Россию. Я хочу сказать, какой пропагандой вас накачали. Поехали со мной, и я покажу тебе, как хорошо работать в США, где нет ни здравоохранения, ни общественного транспорта, ни будущего. А эта работа по упаковке банок с крахмалом была просто бесплатным испытанием, чтобы найти работу в любом из штатов к востоку от Миссисипи до Олиганских гор. Это был один из крупных деиндустриализированных регионов. Я помню, как моя младшая сестра толкала тележку по проходам и загружала автомобильные запчасти на маленький столик, когда мы работали на другой фабрике. А у нее была степень по психологии и искусству. Тебе нужно влезть в мою шкуру, как поется в старой песне Элвиса Пресли. Это был бы хороший совет для русских. Но им трудно отказаться от веры в Запад, я думаю. Русские, возможно, по своей природе духовные люди и склонны верить во что-то. Но пришло время для этого американского чуда. В главе 17 книги Ниагара Микки Сейблмана.